Сегодня представители Брестского батальона милиции, собираясь на службу, надели парадную форму. И вовсе не случайно. Ровно 26 лет назад, в 1993-м, была сформирована войсковая часть 55-26. За такой немалый промежуток времени подразделение претерпело ряд изменений. Но неизменным были и остаются те задачи, которые возложены и которые успешно выполняет Брестский батальон милиции. Часть является разноплановой. Наряду с несением патрульно-постовой службы в городе Бресте и в районах Брестской области, часть также выполняет задачи по оказанию содействия органов внутренних дел обеспечения общественной безопасности при проведении значимых массовых и культурно-зрелищных мероприятий. Как показывает практика, личный состав своими задачами справляется на оценку отлично. Все военнослужащие подходят исключительно профессионально к выполнению своих задач. И эта традиция сохраняется из поколения в поколение. В штате подразделения есть саперно-пиротехническая группа, подразделения кинологов и оркестр, которые не только участвуют в жизни части, но и также принимают участие в проведении различных городских мероприятий. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности в Бресте. Это главные принципы службы, которые были определены 26 лет назад. Начало службы, конечно, у нас было тяжелое. Почему тяжелое начало? Потому что мы еще не знали всю систему наших патрулей, где мы будем находиться. Поэтому первая задача, которая перед нами состояла, это определить маршруты движения наших патрулей, для того, чтобы наши граждане, которые живут в нашем славном городе Бресте, сейчас у нас тысячелетие его, спокойно ходили по улице, не боялись никого. Сформировать, разместить, провести боевое слаживание. В этом небольшой организации у нас было шесть рот, двух отдельных рот в двух городах, Барановичи и Пинске, да, Пинске. Стали две отдельные роты, там как бы свое хозяйство было. И мы ездили в командировки, смотрели, что это делало, чтобы оно шло правильно, без службы Родине. Сегодня военнослужащие части 55-26 успешно выполняют все возлагаемые на них задачи. Для несения срочной военной службы ежегодно в часть приходит порядка 40 солдат. Многие из них впоследствии устраиваются на работу в органы внутренних дел и остаются работать в силовых ведомствах и структурах.